Нам важно услышать от вас именно те пожелания, которые вы считаете самыми важными для территории, чтобы совместно с местной администрацией поработать и, соответствующим образом, показать вам результат. Работать не для галочки, а на результат – главная задача. Встречи руководства района с жителями продолжаются. В Афряновский дом культуры пришли более 150 человек, чтобы узнать ответы на волнующие вопросы, добиться решения проблем. Один из приоритетов для Афрянова сегодня – это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. И работа в этом направлении ведется. Так, в поселении сейчас идет формирование земельного участка под строительство фабрики по производству медицинских катетеров. Стоимость проекта на стадии строительства пусконаладочных работ больше 650 миллионов, итоговая – больше миллиарда. Это даст поселению Афрянова 385 рабочих мест. Причем 200 рабочих мест – это будут жители поселения Афрянова, которые пройдут обучение на высокотехнологичные уже специальности. Важный вопрос – состояние дорожной сети. Запланирован ли ремонт Фряновского шоссе, его участка от так называемой бетонки до самого поселения? В прошлом году мы до Огоднева дотянули дорогу, а в этом году сюда протянем дальше до Владимирской области. То есть ваша дорога будет тоже асфальтирована. Будут переделаны автобусные остановки, установлены новые павильоны, сделаны заездные карманы и сделано укрепление обочин, нанесение новой разметки. То есть ремонт будет капитально у вас, до вас дойдет. Частично сделали в прошлом году, сейчас и эту работу завершат в этом году. Ведется работа и с многодетными семьями. С начала действия федеральной программы «Землю» в районе получили уже более 1200 семей. Важная задача – подвести коммуникации и построить подъездные дороги. И работа эта на разной стадии. С вопросом о сроках выступила жительница, чей участок находится в деревне Новопореева. Нам дали землю, многодетная семья. И мы не можем добиться ни дорог, ни света уже второй год. Из 80 участков, которые были определены коллективно, на электричество подали только 9 домовладений. И в связи с тем, что всего лишь 9 домовладений, из-за этого срок затягивается. Но мы все равно не останавливаемся и делаем все возможное. Мы, соответственно, подготовим это твердое основание и сделаем эти дороги. Сейчас эти дороги паспортизируются. Многих интересует и перспектива газификации сел в Афряновском поселении. На данный момент из 24-х голубым топливом обеспечены только 12. Даю вам слово, что мы сейчас займемся плотно этим вопросом. Потому что надо было тогда еще включаться в программу. Были же определенные условия для включения в программу. И те населенные пункты, у которых было свыше 100 домов, они все практически инфицированы. Я не знаю, почему здесь так получилось. Поработаем. Поработаем обязательно. Также жители интересовали вопросы благоустройства парковых зон, очистки рек и водоемов, транспортной логистики. Участники мероприятия признаются, такие встречи нужны, поскольку позволяют на месте получить необходимую информацию и сообщить о проблемах. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы обостреете те вопросы, которые на данный момент актуальны. Я думаю, что решение этих вопросов будет найдено обязательно. Общение результативно. Считаю, что это полезно и нужно проводить. Такие встречи очень эффективны, потому что все-таки наша власть слышит людей, слышит народ, что, так сказать, наболевшие какие-то проблемы. И, соответственно, видно даже работу по этим вопросам, что проходит, вопросы решаются, жизнь становится лучше.